Подводя итоги квартала этого года, начальник управления экономики горисполкома Анатолий Садовский в первую очередь остановился на выполнении городом утвержденных прогнозных показателей. На 2016 год Брестским облсполкомам городу доведено 4 прогнозных показателя, среди которых экспорт товаров и услуг, прямые иностранные инвестиции на чистой основе, а также новый для Пинска показатель количества трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. В том числе из них за счет создания новых предприятий на 1 марта 60 человек, полугодие 160 человек, год 320 человек. Из четырех показателей в первом квартале Пинском уверенно выполнены три плановых назначения. Также по трем из четырех просматривается выполнение и по полугодию. Но дело не в показателях, считает начальник управления экономики. Показатель – это ориентир. В первую очередь необходимо создавать условия для создания большего числа высокоэффективных рабочих мест. И в основном это должно реализовываться в малом бизнесе. Из прогнозных показателей в первом квартале городом не выполнен показатель по прямым иностранным инвестициям на чистой основе. Из трех миллионов долларов США в первом квартале фактически привлечено только 69 тысяч долларов США. За январь-март 2016 года общий объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, составил 141,9 тысяч долларов. Среди предприятий, хорошо сработавших в первом квартале, Анатолий Садовский называет предприятие «Стенлес». За полугодие ожидаемый темп роста объемов производства, которого составляет 124%. Также хорошо сработали по итогам первого квартала и ожидается аналогичный результат по полугодию у таких предприятий, как Полесье, Мясокомбинат и Пинскдрев. Вместе с тем, индекс ведического объема, доведенный к городу, на уровне 100% по кварталам и 130% по городу и по году решением местного области полкома. Как задание не волняется. Если за январь тядущего года ИФО составил 86,6%, а за январь февральному вышли 93% и 0,6%, ожидая дальнейшую положительную динамику, и по итогам первого квартала индекс снизился в 89,7%. Работа вопросов по максимальному учету товаров представителей с областной статистики за январь и предприятие 21,9%. Снижение ИФО обусловлено и падением объемов производства в фактических ценах такими предприятиями, как завод искусственных хош, судостроительно-судоремонтный завод, завод сборного железобетона. Недостаточная работа по наращиванию объемов производства ведется открытым акционерным обществом Кузлетмаш, Пинемой, заводом средств малой механизации. На заседании были приглашены руководители предприятий, с каждым из которых состоялся конструктивный диалог. Судостроенные суда не могут. Убытки 300 миллионов. Для вас это много, очень. Рентабельность не будет 17%. Средневечественные объемы производства 500 миллионов. Что касается апреля месяца, у нас уже 57% в рост. По сравнению, 4 месяца уже 61%. То есть динаметр роста есть. Что касается убытков, то апрель у нас в основном мы работаем на склад, в мае реализация. Так предприятие существовать не может. Это, понимаете, там можно побарахтаться еще год, два. И потом оно развалится полностью. Во-первых, заработано 2 миллиона 900. То есть 3 миллиона. Сегодня на поле, сейчас на самом сложном предприятии. То есть она уже выше. То есть вы за эти деньги не выживете. То есть ведут лучшие специалисты. Останутся пару человек, тех, кто проработал по 20-30 лет. Это предприятие жалко, им бросать этот проход. Не надо что-то делать. Со стороны управления экономики и руководства города были высказаны претензии к руководству завода искусственных кош, предприятий Кузлетмаш, Пенема, Пинский завод средств малой механизации по снижению поставок товаров на экспорт. А также строительство номер 2 Пинского завода из кош, Кузлетмаш на отсутствие системной работы по вовлечению в оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, а также ряду других предприятий. Вместе с тем ситуация в отчетном периоде оставалась управляемой, резких негативных всплесков не отмечалось.